Я надеюсь, вы успели дать стакан воды своей девушке, а мы уже продолжаем смотреть третью карту в рамках противостояния Virtus.pro против OG. Довольно-таки интересная катка у нас складывается, и сейчас мы посмотрим, что скажут наши аналитики по поводу того, как должно все это разворачиваться, что надо забанить в ВП, что хотелось бы вообще получить. Смотри, две игры, они берут драфт так, что заливают линии, а потом играют номером два. Это что-то, чтобы играть линии? Это оттолкнуться, может быть. Я уверен, что это фактор успеха, потому что, возможно, невозможно выиграть. Нет, это не фактор успеха, но просто, давай так, потенциально первые две игры, которые они залили, первые две серии, которые они провели на этом турнире, они как раз-таки играли номером два, их просто задушили, не дали шанса. Против имперцев повоевали плюс-минус неплохо, ну ты понял. Вот, и сегодня, опять же, первая карта, что делает ОГЭ? Душ давит, на 20 ты продаешь, транквилл и покупаешь даггер, чтобы потенциально отбиться, а если бы не получилось, ты проиграл бы игру. То есть это номер два, то есть противник решает, где вы деретесь, противник решает, когда он заберет Рошана, противник решает, чьи баунти, то есть ты в целом почти ничего не делаешь по карте. И это плохо для ВП, то есть у них явно не получается. Причем изначально ведь ВП такую идеологию преследовали, что мы меняем определенных игроков для того, чтобы играть активно, быть первым номером, убивать соперника на 20-й минуте, играть как ОГЭ, играть лучше, чем ОГЭ, допустим. А в какой момент уже мы видим, в который раз пикают ЛТВ героев более лейтовой направленности, где ему дают фармить или не дают фармить, и он пытается выйти в лейт. Хотя мы видели даже на этом турнире того же Эммер Спирит от ЛТВ, который был весьма горячий, хорош, который бегал на 15-й минуте под Тир-3 и под Тир-2 и разваливал соперника. Все так, и просто пробегись по героям у нас, на ком играет Матумба, пробегись по героям, на которых играет у нас тот же Сумаил и так далее. Луна это, наверное, самое лейтовое, что они берут. Может быть, слушай, это специально какой-то заход под ОГЭ, что играть с ними нужно именно так, вот они так решили. Может быть, но опять же, по факту мы видим, что в целом не то, чтобы от ВП зависеть, чем эта серия заканчивается. Они должны делать все идеально, чтобы потенциально где-то ОГЭ ошиблись, и тогда ты мог за это цепиться. А по-хорошему нужно делать все, чтобы было себе наоборот. Вот, вот, смотри, смотри, вот же оно, ну вот, Эмбер Спирит, пожалуйста, раскрывай. Против Инчи. Нет, Инвичок. Ну и нормально, ну ладно. Все, 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 они даже не встретятся. То, что у тебя когда-то потенциально один раз за игру там флеймгард дисплейлиться, да и фиг с ним. Ну да, да. Проблема-то не в этом, далеко не в этом. Но мне нравится то, что вот как уже строится распика Кабанда Витус Проф. Это повторение их распика прошлокартной серии, где добрался Морф у нас, они с этого же начинали. Только справа был Бестмастер, который теперь в бане, или Контроп был вторым, вот, за закрывание. А вот и Морф. О-о-о, вторым пиком Морфилу это крепко на самом деле. Ну они уже видят Эмбер Спирита. Ну я понимаю, что они видят Эмбер Спирита. Ну просто это Эмбер Спирит, я уверен, он пойдет на легкую, теперь он не пойдет в центр. Почему написано адекват, а ты это говоришь? Что такое? Что не так? Я просто приготовил эту шутку на сегодня. Не знал, когда вставить. То есть все время... Да неудачно вставил. Так нет, наоборот, когда бы я не вставил, это подошло бы. Погодь, погодь. Только что пришла инфа, Валф удалила фразы Тоби из наград баттл пазли. Кек, 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 кек. Короче, просто из кресачат челика удалили. Ух, друзья, мы на тропе, мы на тропе удаления из доты людей, вы понимаете. Если раньше мы просто банили героев, то теперь мы баним людей. Время добавлять врача. Которых нет там? Или они там есть? У Майла есть или одна фраза? Сколько-то есть, но в этом году, может быть, нет. В этом, может, нет, я не знаю. Красавчики я каждый год использую. А они типа остаются? Ну с какого-то левела ты старый отгружаешь. То есть, условно, с вчерашним бандлом у меня теперь есть вот эти все старые локат, мотатак и все прочее. Да-да-да, лотак я видел. И там с какого-то левела? С тысячного, что ли? Тысяча... По-моему, тысяча двухсот или около того. Тысяча двухсот, и чтобы разблокировать старые фразы тысяча двухсот. Ну, это самый крепкий. Причем степ продолжает расти. Подожди, классическая шутка на тему того, что ты разблокируешь старый образ в ВК за, типа, тысяча, там, нескольких рублей. Это такая же система, как и с голосовыми сообщениями. В случае, кстати, с голосом чата, может, это оно того стоит. Ну, в виде того, что не ускольный. Ну, если ты играешь достаточно долго, чтобы этим пользоваться, определенно, да. Если ты играешь один паблик в неделю, наверное, только из-за большой любви к доте. Да-да. И желая поддержать игроков. А мне крайне нравится то, что все-таки реально у нас ни Фуриона, ни Бисмастера, ни Ликантропа не дают в Виртус Про. И теперь, кстати, интересный вопрос о том, кто будет играть, на чем будет играть Сумейл. Потому что у Сумейла сейчас мы знаем Пинк, и он на протяжении очень долго сидит. У Луна Винга вот сейчас может появиться, например. Нужно что-то райт-кликчное. О, это возвращение Зайцевского Дума. Или это не он? Или это Солочный Дум? Или что это вообще? Потому что, ну, я о том, что Дум здесь как бы вроде как не четверка. Если взять Шадо Демона, ну, возможно, это Соло Шадо Демона, все нормально. Но я вспоминаю Зайца, когда он въехал с этим Думом. Это было очень-очень круто. А если бы это была вселенная Дума, то Дум, как демон, и Зайц на Думе, это был бы очень крепкой отсылкой. Потому что у Морпеха, который главгерой, был любимый Зайц, который в первой части там... Его можно, кстати, трофейным найти пока... Ну, в новой, да, по идее? Да, я находил. Окей, с Воли... В первой он висел красивой башкой отдельной на земле, когда ты на нее возвращаешься. Так, ладно. Рубик? Или не Рубик? Да, куча героев есть. Вопрос в том, что ты хочешь. Хочешь давить, хочешь играть в лейт, хочешь замес, хочешь сплитпуш, хочешь тавердэмэдж. То есть у тебя сейчас вот два героя, которые открыты для всех, как говорится, объявлений. Пишите, звоните. Морф 6-6. Поэтому любые герои подойдут. Сейчас, как раз таки, возможно, Телл продумывает. Не один драфт, а, то есть... Ну, понятно, концерт. Не один пик, а весь до конца. Что-то я вижу, что очень много народу не в курсе вообще всех новостей. Друзья, зайдите в Твиттер, пожалуйста. Просто зайдите в Твиттер, и вы будете в курсе. Заведите, подпишитесь на собачкинмейт.о. Кинмейт.о можете зайти. А главное, конечно, движуха происходит в англоязычном Твиттере. Если никто не понимает, связанное с Тоби Ваном, вы можете зайти на Тоби Ван Дот. По-моему, что-то такое у него. В общем, легко найти, на самом деле. Да, просто любой. Я не знаю, там Тоби, ЛД, Кпурш. ЛД, Синдерен. Даже Синксинг. Да, да, да. Даже Синксинг. Да, что-то там сноу было, он там на стиме ругался. В общем, вы совершенно спокойно можете всю эту информацию найти, обсудить там же, написать что-нибудь желательно на английском, потому что на русском вас вполне вероятно не поймут. Вот. А мы смотрим здесь. Кримстрок у нас добавился, тот же. Является ли он здесь напрягающим фактором, потому что, с одной стороны, конечно, сайланс. Ну, всегда-всегда является. Опять же, то есть, это хорошая комбинация с морфом, хорошая комбинация по деничу. Ну, на ганги, где выбегает крип, быстрый, под Синксвеллом. То есть, ну, ты не хочешь у него давать обилки, потому что это просто крип и так далее, а он все равно тебе мешает. То есть, это неплохая опция. И венга тоже неплохая опция, потому что это при живом шилу демоне, при живом думе, потенциально 3-1 или 2. Ну, какая-то позиция, то есть, более корр позиции, чем саппорт позиции. Это хорошо. Вопрос в том, что хотелось, наверное, ну, теперь хочется, видимо, брать на ласпе какого-то ПЛА антимаголь, что в этом роде, что хорошо работает против морфиола. Ну, а здесь какую-нибудь медузу возьмут. Тоже неплохо будет. Ну, посмотрим, что возьмут. Вообще, очень похоже на драфт ВП, который будет в хейт снайпера. И у тебя дополнительный к этому всему венга, сауры, который еще что-то выдвинет от этого морфа, который в тебя вкатывает. Это их любимые, одни из любимых задумок в свое время были, и они даже... Да, либо это будет алхимик. То есть, я думаю заранее, что это будет алхим-снайпер, что-то такое от ВП, но посмотрим, что они изобретут сегодня. Что-то, где типа Нуныч должен будет соло завозить, пока ЛТВ будет спейс-креатить, и вот это все. Да, да, да. Но мы видим то, что типаж игры, в которой ЛТВ нафармливают в соло, типа, и так далее, оно не работает особо, потому что либо на лейнике проблема, либо потом в мидгейме. А если мы даем главную ответственность Нуну, то обычно ВП хорошо получается вокруг него играть. Если у противников нет байдмейлов. Это его телесовый петаль. Особенно на алхимиках. Это нужно сделать пагли, СВК за контрит за 2000. Там должен быть байдак, 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 байдак. Эдин форстаф против Рикана, да? Нет, там должны быть фотографии разных игроков. Там в Нун, допустим. А, понял. Байдак, типа, чтобы его контрит. Ну, это понял. Ну вот, опять активная дота справа. Очень активная. Я бы на самом деле даже побоялся сейчас брать снайпера. Да и алхимика бы тоже, если честно. Уже бы забоялся. Да жановато будет все равно. Даже если Эмберспирит будет активным. Ну что это, алхимика снайперу фармить? Просто, понимаешь, здесь у Тилитик будет какой-то некрофос налево. Но с ним у тебя ноль тавер дэмэджей, то есть грустно. Ты не хочешь им брать. Опять, опять тоже. Нужно брать какого-то там, либо Лешака, если тебе нужен маг, Пугневич, если нужен маг, либо какой-то физдепейсер. Если физдепейсер мы рассматриваем, то какие-то там темпларки стандартные, все вот эти, вроде, не работают. ОД вроде как сейчас никто не берет, он в темп не лезет. И отталкиваться от какого-то снайпера, ну посмотрим. Ну что-то по-конкретной, что в центре морфинга сильно уничтожат? Ну или хотя бы постоит. Или постоит. Ну что типа Лина какой-нибудь, знаешь, фирменная айсберговская, но только в исполнении нового ванна. Лина опасна, мне кажется, будет. Лучше там вайпер взять уж. Вот вайпер хорошо. А вайпер сильно прям против морфинга будет? Он просто хороший по игре, в том плане, что даже если ты... Нет, ну я имею в виду концепцию того, что морфинга как-то играет. Он лох против морфа, когда он с левелом становится вайпером, кидает в тебя твою тучку, а в остальных ситуациях он очень хороший. Я вот именно из момента, чтобы именно в центре с Томсоном надо спокойно фармить этих соображений. Да, Мэйч, простите. Да нет, все окей. Я просто не могу вклиниться в тайминг. Назабил уже. Уже, знаешь... Уже и не надо. Уже не надо. Просто тайминг потерян, когда ты не понимаешь уже все. Так, у нас минус битрайдер. Сейчас подумают, что там ОДЖИ. Я бы медузу какую-то убирал, вот если так подумать. То есть с снайпер, я вижу, что добраться можно. Как-то я думаю, справиться с ним вполне они способны. Сейчас посмотрим, что думают по поводу снайпера или алхимика ОДЖИ, потому что они могут, конечно, убрать. Мне кажется, что они могут сейчас куда-то в тролле подбанить, потому что и ЛТВ любят этого героя, а он здесь смотрится нормально. Знаешь, то есть лишь и думают, что просто ОП условно разумные ребята, и ОГЭ-таки себя, наверное, они разумные ребята, поэтому они будут отталкиваться от того, что Эмбер не пойдет в центр повторять ту же самую игру. То есть зачем? Зачем это делать? Следовательно, отталкиваться от того, чтобы Эмбер... Ух, отталив очень сильного героя, да. Хороший драфт. Какая-то панга куда у нас? В оффлайн, скорее всего. В оффлайн. Или мид. Зачем это делать, если у тебя морф? Морф лег, урсов... То есть у тебя морф урса, это довольно гибкие ребята. А если ты урсу хочешь против Эмбера поставить? Ну, посмотрим. То есть можно и триплойнер по стипангалера после того, чтобы легкую отправить. Или мид. Я говорю, что сейчас вот смотрим на драфт, понимаем, кто идет в центр. Там будет, допустим, какой-то вот там максимальный антиморф герой. Но они могут себе позволить подвигаться. У тебя три мидера. Да. Любой может пойти куда угодно. Опять уже в плане именно активности на старте в Верле и Мидгейме перепикали соперника. Потому что уже не спасти таким последним героем. Давай так. Они перепикали на ситуациях, когда у тебя венга — это таргет урона и не очень много. Сразу думают, это таргетная обилка, Шедо Демон — таргетная обилка, Амбер Спирит, ну, простите меня, без котла он не убьет здесь тех. Его задел на темпларку от Вана, я скажу, это 2-1 ОГ. Мне не нравится. Ни в тайминг, ни как. И при этом, опять же, это не ответ на Урсу, который когда-то купит башеру, например, просто сядет на эту темпларку. Зачем тогда тут венга, честно? Хороший вопрос. Посчитали, возможно, будет хорошо стакать. Возможно, свайпером просто угадали. Темпларка не так плохо, венга? Герой хороший, просто для чего тебе это венга? То есть ты мог взять любого другого героя, кентавра, например, для Резоли, Акса, которые будут подракивать. А мы уверены, что это оффлайн, да? Не особо уверены. Дум офлайн, может быть, я тоже не знаю, зачем. То есть, ну, это как раз-таки и важный вопрос. Зачем? Ответов нет, поэтому ОГ. Окей. ОГ? Окей. Ну, на самом деле, честно скажу, я надеюсь на темп от ВП с темпларкой и венгой тройкой, потому что это единственный, наверное, шанс для них выиграть эту катку. Посмотрим, что думают по этому поводу Луканбет. 2.21 от ВП, 1.62 от OG. Вернулись коэффициенты в исходное положение, я бы сказал. Но не в исходное положение у нас вернулись. Лост и Меллсторм, потому что они явно изменились с того Best of 3. То есть, я сначала Best of 3. Да? Да. По-моему, нет. Морально точно. По-моему, все так же. В общем-то, мы начинали с равного счета, и сейчас равный счет. Только теперь одна игра решит. Ну, вообще, так, команды группы B все еще близки к тому, чтобы не выиграть ни одной встречи, но матч получается у нас достаточно равный. Обидно будет, конечно, лишаться одной из этих команд. Вот я смотрю на то, как они играют. То есть, в принципе, это не выглядит как битва за топ-8 турнира уж точно. Это выглядит как битва, ну, такая более, на мой взгляд, интересная. Но, тем не менее, это лузера, и ничего не поделать. Обе команды оказались в нижней сетке. Сейчас кто-то отправится в долгосрочный отдых, так сказать. Кто-то будет еще продолжать бороться. Подрафтать. Нужно было в группе хорошо играть. Ну, да, но тяжело. Тяжело было, на самом деле, OG это сделать. Хотя, объективно, у них прям была очень мощная группа, и Сикреты за них взялись очень хорошо. Что по поводу драфта? Ну, по драфту видно, что здесь слева довольно-таки плохие модификаторы. Это Венгай и Дум, да? Если Дум будет брать полный волка, то вроде как норм. Но, с другой стороны, в целом очень неприятный драфт в виде пангольера, который просто катается по замесу, и многие герои получают слишком много дизайма. Поэтому здесь и там, и там сильно. Также мы вспоминаем о том, что Морфлинг это существо мобильное, поэтому было бы здорово его ловить. Но здесь опять контроля УВП маловато. У Венга. Да, представим, секунду, что Дум, допустим, отдал свой ультимейт в кого-нибудь, кроме Марфа. И в итоге мы имеем только Эмбера и Стан Винги. На этом весь контроль. Ну, только в Марфа нужно, только в Марфа, потому что здесь действительно другие герои. До перекачки желательно еще. Да, при этом нужно, ну, как бы можно дать в пангольера, чтобы он не раскрутился, как вариант. Но с другой стороны ВПС эволюционировали. Они, наконец-то, забанили УП героев, а конкретно УП героя это Ликантроп. Еще очень неприятный герой в хороших руках это Бестмастер, с которым очень многие команды отлично играют. Допустим, те же имперцы классно выступают с Бестмастером, они отжимали карты. Поэтому здесь ОДЖи лишили Плайвижена. Так, тут три баунтера у нас за ОДЖи. Да, беги, беги молодая. Ой, Евгений, очень неприятно. Не убьют? Нет. Ну, Сумаил просто у нас как бы славится тем, что под Тир-4 нужно залетать. В общем, секретного оружия ОДЖи лишили. Теперь нужно будет вытаскивать на скине. А секретный оружие еще за что? Ликантроп. Ликантроп и частично Бестмастер. Другой медведь. Другой медведь подъехал, знаешь, тоже такой супер агрессивный. К тому же УВП настолько вот драфт, я смотрю на их драфт, он реально настолько необычный. Вот это настолько, можно сказать, не их герои, что ли, вот этого Флэйвинга, Дум вообще, когда последний раз он появлялся. Очень необычный драфт. ОДЖи-то, в принципе, нас всегда удивляют чем-то таким нестандартным, но здесь, я бы сказал, они даже более привычны как-то выглядят. Дум выводит крипов, съел рейнджевичка уже, Нутейл здесь также очень хочет добить рейнджа, но ошибается, ошибается Нутейл. Рейнджа не добил, по Винге не попал, при этом кучу урона еще от резолюшена получил, в общем, много ошибок от Нутейла. Да, еще рейнджа увел одного, значит, Нутейл там исполняет. Видимо, слишком сильно заскучал в перерыве. Да, отдельное, кстати, спасибо игрокам, что они действительно вывели вебки. Так, погружают нас в атмосферу Лана, вот когда на Лане их показывают в кабинках. То есть, в принципе, немножко похоже, так, ностальгии добавили нам. Мидуан, 5-1 у него, неплохое начало. Сакс ему здесь помогает на инче, блочат спауны. Мы видим, стоит центричок. Так, и ЛТВ идет. Кстати, кто тут может поймать Саксу? Саксу ловят и забирают, ФБ. И ЛТВ, и Воймбер Спирит, вот на самом-то деле он очень хорошо, агрессивно действовал на этом персонаже, когда только-только пришел в ВП. Но здесь фактически у нас так, можно сказать, что нет такого прям вот хардкерри в этом драфте. С одной стороны, такой, Винга. Может погибнуть Резолюшн. Нултейл. Да, даже без Нултейл здесь Сумелла его добирает. В общем, есть Тэмпларка, такой герой Смида, который там врывается, раздает кучу урона, но тяжело назвать ее вот именно таким кэрри первой позиции. Эмбер Спирит, который, в общем-то, тоже не хардкерри, который больше такой боец мобильный. В то время как OG, Урса плюс Морф. Главное это Дум, который может вырубить Морфа ультимейтом, который забафает всю команду на 30% урона за счет того, что это Альфа, Волка. И как раз тут очень много зависит именно от него. Так, Мидуан тем временем Солч снизу подбревает. Вот это не очень хорошо, то есть сверху у нас оффлейнер погибает и неплохо, но развлекает пси-блейдами. И снизу также удается делать фраги. В общем, две линии OG как минимум стоят достойно. Ну а здесь, как всегда, Морф будет терпеть. Правда, на этот раз вряд ли он перефармит темп ларку. Настолько серьезно, Мунчик тут просто уничтожает Тобсона. В общем, он больно делает Тобсона. Естественно, Тобсона приходится прикачиваться, из-за этого у него меньше урона. Из-за того, что меньше урона он чуть хуже добивает. И видно, что пока Нуванчик доминирует в миде, и с каждым разом будет все тяжелее и тяжелее, может быть. Ну, собственно, как и в прошлой игре. Немножко похоже, скажем так. Так, тут Мидуан пытался как-то сагрессировать. Хорошо стоит Сами-2, но под прикрытием Саксы. Я бы сказал, очень хорошо. Сава отрабатывает. Надо еще убить кэмп. Надо убить вредительный кэмп. Маленький крип. До четвертой минуты, и потом взять кого-нибудь еще. Вертусам, в свою очередь, было бы здорово вообще блокировать данный кэмп. То есть, либо бодиблок, либо принести какой-нибудь Сентрю, потому что только за счет этих крипов Энчантрас на сложной линии начинает разваливать. Ну, если я правильно понимаю, то там он заблочен был изначально Сентрю как раз... Ой-ой-ой, ЛТВ. ЛТВ. Удается сделать фраг, но он погибнет сейчас. Да. Флассочка. Хорошо. Нормально. Хорошо, да. И здесь еще, на самом деле, с Энчантрас можно попробовать что-то сделать. Сверху Резолюшн забирает Сумаила. Забирают у нас также Нотейла. А, это Альфа Волк. Здравствуйте. Да, и сейчас еще и могут забрать Саксу. Это минус 4 от ВП. Нет, он там... Подхиливается, подхиливается Энчантрас. Но нет, забирают все-таки. Хилл закончился. В общем, сверху Альфа Волк у Дума. Соответственно, Винга уже много урона наносит под этим Волком. Там плюс 18. У Дума еще сверху довольно-таки много урона. И, ну да, под 95. И Медведю очень трудно бороться против одного-второго героя, потому что они много-много урона носят в ответ. Сумаил пошел в атаку, получается там. Сейчас он старается, да, разумеется, за счет того, что Вингимал ХП у него это получается. Но при этом остается иллюзия. И как бы Сумаил вот еще раз умирает, потому что он только что сделал ТП. Соответственно, как мы видим, размены в пользу Дума. Да, это действительно Нотейл. Да, как я и говорил, это самый главный герой в данном драфте, потому что он может справиться с большинством героев. И вот этот Волк, этот прям крип на всю игру. Его уже можно оставить до конца игры, потому что он слишком полезен. И баунти руны пошел забрать. Да, ну сверху реально очень круто все сделали. Хотя, в общем-то, сам Сумаил все сделал. Убил Вингу и появилась иллюзия, да, ничего нового. Ну вот, Винга отрабатывает таким образом. 2300 у Темпларки 2000 Марфа, не такой большой разрыв. Эмбер относительно Урс имеет плюс 400. Пангалер чуть побогаче, даже сильно богаче Винги. Ну, в общем-то, пока небольшое преимущество ВП. Но самое интересное, что будет дальше. Как дальше будет стоять? Может быть, в такой ситуации как раз имеет смысл Дума вырубать? Ведь у него аура, которая пропадает после того, чтобы... Безусловно, у него и брони поменьше. Мне, конечно, же ХП многовато, но учитывая, что там большая часть перона заходит слезы, я бы сказал, что убивать Дума – это шикарнейшая идея. Который, как бить Вингу, нежелательно от слова совсем. Да, у него три брони. Ну, и Унги побольше. У него семь. Здорово. Пошел Дум, врываются на Нотелла. Здесь Урса. Попытка разменяться. А вот Дума и Бьем. Да, Дум сильно замедлен. Буквально еще пару ударов. Дум в итоге погибает. И вот от Думы никого не остается. А теперь есть резолюшн. Можно повоевать. Резолюшн тратит время, чтобы сбить Баньшу. Дает стан. Но сейчас будет еще один прыжок от Урсача. Да. Еще один прыжок и забирают. Ну, в общем, Думу лучше не подставляться, как он подставился сейчас. Очевидно, что Думу нужно бегать за Вингой так, чтобы Винга изначально принимала на себя удар. А в этом случае Дум рано не погибает. Они не теряют баф ауры, который остается, допустим, после смерти Винги. И, следовательно, размены будут происходить на Магулу. Баунти руна. Это Уджи у нас обычно оставляют. Тут что-то... Завалялось. Заяц как-то не сконтролил. Я думаю, он пойдет, заберет. И в итоге три баунти руны вообще у нас забрали Уджи. Сейчас можно еще раз выйти и убить Резолюшена. Это будет очень неприятно. Причем есть Энчантрос, которая подконтролит иллюзию. Вот это самое неприятное. Так, тут у нас пошли. В итоге Заяц пытается убежать. Попадает под Клэп. Но Сумаил уже очень больно. Сумаил пытается развернуться, пытается убежать. Убегает Сумаил. Дума все-таки забирают. Но Саксы погибнет. Саксы погибает. Сумаил там без фласки. Отхилиться не удается. И неплохо ВП здесь разменялись один в один, учитывая, что драка была 3 в 2. Да, бодренько. Воролин с этим убивают где-то у нас Пангольера. Пангольер, буквально последняя тычка остается. И Пангольер погибает. Хотя он был близок к тому, чтобы Солоча здесь затыкать. Мидван пошел в размен какой-то. Вообще вот после 7 минут, я так смотрю, так много разменов было, что походу ситуация-то у нас равная получается. Так, сверху опять нападение. На этот раз все-таки удается убить. Просто одни и вторые месяцы по кулдауну, принося все жертвы. На самом деле, вот это не в плюс для ВП, потому что они, учитывая, какой у них был старт, они могли засноуболить эту линию. У них были все ресурсы, чтобы вообще не дать жизни Сумаилу. А так у них Заяц поставился, погиб. После Заяца поставилась Винга, тоже погибла. Сейчас Винга в очередной раз подставилась и погибла. И в данном случае ВП позволяют Урсы дышать на легкой линии. Ну да, Урсы там нормально дышит, 2 800. То есть, в принципе, начало... Не сказать, что как-то загнобили Урсача. С таким Нетворсом вполне себе комфортно он будет себя чувствовать. Интересно, как дальше будет развиваться игра. Все-таки Темпларке сейчас нужно пойти, будет пофармить некоторое время. Ну, Блинк, Дезолятор, БКБ, наверное, вот эти вот три вещи главным образом. Морс, кстати говоря, заходит, помогает ей фармить лес. Как бы... Ну, это грамотное решение для того, чтобы она не фармила этот кэмп. То есть, ты заходишь, ты подфармливаешь его. Верс падает вышком. Да, здесь, естественно, Медведь ничего не сделает с Гримстроком. Поэтому оптимальнейшее решение, либо священницу вниз, либо пойти фармить лес. Пусть Медведь лес фармит и не очень быстро, но приходится убирать меньшую из двух зол, поэтому Медведь поехал вниз за... За что тут дело? И не только он, и Гримстрок поехал. Все поехали вниз. Да, вошел ультимейт. И Пангольер поехал. Пангольер покатился. Правда, ЛТВ уходит очень виртуозно. ЛТВ еще раз прыгает на Ремнон. Попадает, правда, по Тенчу. И все-таки должен погибнуть. Хотя Заяц спасает его. Может быть, еще поживет какое-то время. ЛТВ... Нет, все-таки ЛТВ погибает. Правда, здесь пошел Дум на Урсича. Урсич прячется в кустах. Здесь же Темпларка. Урсич сможет выжить или нет? Медван. Замедление по нему. Медван. Медван все еще жив. Медван все-таки погибает. А Урс, кажется, выжил. Правда, вопрос, как он... Может, он может ТП вот сделать? Хотя он делал до этого ТП. Он делал до этого. Но он пропрыгал. Он пропрыгал в кустах. Еще топорик есть. Не убежал. Соло. Соло все-таки погибает от Нутейла. Как же много фрагов у нас. Но опять повторяется ситуация прошлой игры. Пока все это происходит, Тобсон просто стоит в миде. Да, Тобсон хорошо. Нутейл уводит двух кор-героев сейчас обратно куда-то в лес. Еще и стан срабатывает. Красиво, пси-блэйдами его добивает. Ну, а сверху, с низким временем Урса. Урса погибает. Урса. Есть ультимейт. Прыгает на Зайца. Сумаил. Господи, какой же он агрессивный. Понимаешь, как в этом фильме «Побег и Шевшенко» он врул пунель? Ну, быстро вырвел. Там потребовалось несколько лет. Сори за спойлер. Баунтирун забирает Тобсон. Но, кажется, две здесь должны будут отконтролить. Ужи. Боже, насколько же быстрая агрессивная карта. У нас все 10 минут прошло и уже 21 фраг. Я чувствую, что это еще не предел. Тобсон отстал от темп лаке на 900 золота. При этом Урса и Эмбер Спирит, ну, идут плюс-минус поровно. Чуть-чуть у Эмбера больше. Панголер с Вингой наравне. У Думы чуть побольше, чем у Гриммстролка. И у нас куда-то уже отправились. Но, я так понимаю, Панголер сейчас будет чисто гангать. Ну, да. Я бы сказал, что и Винге пора будет собирать Доминатор и отправиться к своей команде. Потому что она, естественно, молодец. Она может и дальше фармить. Но ее аура максимально эффективна, когда она бегает со своей командой. А там еще и Доминатор. Это еще одна аура. Параллельно Крипчика можно найти, Саурой, в том числе. Если все вот эти герои собираются вместе, и они начинают бороться. Идут втроем. Идут втроем сейчас во вражески леса. Здесь Саксо. Саксо заходит. Ну, он мог бы уже догадаться, что Ничатрос не просто так бегает перед ним. Так, Пангольер. Взрыв. Не попадает Пангольер. Какая ошибка от команды OG. Теперь, правда, Нунчик решает развернуться. Не будем забывать, что у Пангольера есть ульта. Остается еще одна ловушка. Набегает Соло. Пошел хил от Саксо. Сразу на упреждение. Мидван. 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 Прячется. Очень неплохо сейчас Мидван. Заходит. Но Мидвана здесь не видно. Только сейчас у него залетает стан. Гримстроуку уже вырубили. Но Пангольер уходит на хайграунд. За ним. И ЛТВ не прыгает за ним. Здесь пармитморф вообще такой топс. В общем, такая серия, я бы сказал, взаимных неточностей. Погибает только Ноутейл. Но ВП оказывается в пятером в одной точке. При этом фармит у нас Урсач. Фармит у нас сейчас сверху Энчантрас. Фармил Тобсон. Забирают вышку ВП. Которая, в принципе, и так была уже практически убита. И две тысячи преимущества за ними. Тут же разбивают смок. Куда-то летят. Вниз. А внизу... А внизу у нас... О, Марфа могут... Марфа можно задумить и убить. Думслап. Скан. Скан хороший. И все прочитали OG. И понимают, что соперник находится где-то здесь. ВП завардели. Но очень тяжело выйти в такой ситуации. Марфа еще можно убить. Думслап. Так, ну-ка. Пошла у нас перекачка. Залетает куча всего. Но перекачка работает. И я не уверен, что хватит урона. В итоге дум потратил все свои сплы и темп ларка. Ну, может, не может... Если они хотели его убить, нужно было еще второй сап давать. Пока да. Почему-то ему не дали. Ну ладно. Короче, дума шел в молоко. Да, дума шел в молоко. Все в пятером оказались. Теперь смок уже покупает у нас... А, нет, еще один смок покупает ВП. Хотя у них нет Дума уже. И нет ульта Shadow Demon. У G просто расходятся. Интересно, найдут ли вард, которые поставили ВП. Вот он как раз-таки, Spirit Vessel, которого не хватило на прошлой карте. Не, ну по аурум у ВП в этот раз все очень круто. Spirit Vessel будет. У Дума аура. У Винги аура. Аура доминатора, которая также есть у Винги. Ну, у них так-то пик, да. Так-то у них пик вырисовывается крепко. У них еще саппорт очень опасный, потому что тот же Shadow Demon может сделать иллюзии Марфа. И эти иллюзии Марфа тоже будут распильны аурами. Резоля могут убить сейчас. Резоль, замедление, станчик. Даже решил раскатить. Не жалеет, не жалеет. Ну и иллюзия под контроль. Вот это, кстати, сильная тема. Это, кстати, да. Это хорошая контроль Винги. Ну, Винга это не то, чтобы прям тот герой, за которым шли. Хотели, конечно же, забрать прежде всего Templars. А, тут вот оно что происходит. Тут Сумаил. Сумаил забирает с голой ЛТВ. Просто разкликом убивает ЛТВ. О, хорошо, как доиграл здесь все-таки своим крипом. Крип в итоге забирает Сумаила, но Солч остается зажат. И крип тоже. Кстати говоря, крип это плюс 200. Да, плюс 200 забирает Нутейл. Ну, он перетягивается. Ну, он здесь же дум. Мидван нажимает стики. Нутейл пытается улететь. И улетает. А Мидван? А Мидван тоже отступит под хилом. Суперактивная игра, но я все еще не вижу Тобсона, который подключается. Тобсон по-прежнему фармит. И это напоминает нам о прошлой игре, где точно так же, пока Нун стягивался помогать своим тиммейтам, Тобсон фармил. В итоге до Этериала пока еще далеко. И, в принципе, Templar'ка посильнее, чем Эмбер Спирит на прошлой карте. Да, но в любом случае до Этериала он многого не делает. То есть у него как минимум нужен левел, чтобы у него адаптив страйк был вкачан в четверочку. Поэтому сейчас он слегка бесполезен. В отличие от той же Templar'ки. Да, но Templar'ка тоже свой темп сбивает вот этими подключениями. Сейчас она прилетела, ничего не сделала. При этом еще Соло. Там такая забавная ситуация получилась, что стоял Ремнант у ЛТВ, но он не мог его использовать, потому что на нем было куча героев оппонента. И на него напал Сумаил. В итоге ему пришлось куда-то там давить под вышку, под собственную. В общем, Сумаил 5400 на Урсе достаточно серьезно напрягает. Так, тем временем Эмбер на миде. Ну, Тобсон так его прогнал, будем считать. Резоль выходит. Есть у него крип. В Резоля превращается Морф у нас. Но это фит. И еще плюс 200 может Морфу подарить. Да, плюс 200, но для мидва. Легчайшая, легчайшая для уже. Чуть-чуть как-то Резоль здесь потерялся на центральной линии, опять превращается в Вингу. Он еще своей смертью может быть и Рошану подарит, но уже не будут расковать. Думаю, что не пойдут, очень опасно. Вот если ВП зайдут, то Пангалер их там с радостью покатает. Но, несмотря на то, что у ВП такого героя нет, все равно опасно. Там всякие фисты будут залетать. Кстати, интересное дерево стоит. Да, вижу. Там же медведь, поэтому медведя лучше видеть. Сейчас у нас с большой вероятностью будут танцы вокруг Рошана, поскольку с одной и с другой стороны ребята слишком быстро заберут Рошана. Нам показывали еще это дерево. Молоченый, можно еще раз вот это лоджишное или... А, это ВПшка. Да, ну видит Рошанчик. Ну, все в порядке. Так, и Смоук разбивают ВП в пятером. Еще одна попытка выйти, но Тейл готов принимать лицом этот Смоук на себя. Но могут найти Сумаила. Курьер нужно двигаться и зачищать территорию. Курьер Мидван. Рядом с Рошаном, потому что вот тут они бегают, тут минимальная вероятность того, что они не выходят от кого-то. Нет, они не находят никого. Так, здесь Тобсон делает ТП. Просто вот так вот. Да, просто разбили Смоук, никого, к сожалению, ВП найти не удалось. Опять Резолюшн набить, опять он один. Да. Его можно снова убить. Правда, легковат, конечно, покатился Мидалет. Да, очень далеко. Тут, правда, ну, надо валить как-то туда. Ему будет еще, ему будет еще как-то. Бежать. Так, Темпларка прыгает на Саксу тем временем. Ну, Мидван здесь ответочку закинул. Очень неплохую ноту. Тейл замедлен на Саксу тоже. Темпларка бежит вместе с ЛТВ. Пошел на Крепа. Но у Тейла привязывают под вышкой. Но у Тейл все еще жив. Ну, он прыгает за ним. Но у Тейла забирают. Это минус два. Какой-то супер руин от Нимана. Согласен. То есть он просто покатился. Было очевидно, что даже если он докатится, скорее всего, его команда не сможет успеть помочь подойти до битингу. Вы в итоге очень похожи на фричного Рошена, потому что он рассыпается мгновенно. Да, роллинг Тандера нет. Но бегут, бегут, бегут сюда. Сейчас попытаются что-то сделать. Их оттеснили, их заставили отойти. Ребятки из ВП зашли в их лес, поставили в центре. Забрали еще и святыню. И в результате УДЖИ даже если захотят прийти, они просто не успеют. Да, уже не успевают. Да и они на самом деле не пошли. Если бы пришли, то у них не было ультимейта Пангольера, без которого тяжеловато. Куда-то заходят во вражеский лес сейчас УДЖИ. И что они? Попытаются навязать драку. Вот прямо сейчас, несмотря на то, что там Аегис у соперника. Да вряд ли. Нужен дофармить Тетериал на Морфе. Урса только-только покупает БФ, а БФ, насколько мы знаем, это все-таки артефакт, с которым ты хочешь пофармить. Вот как тебе вообще выбор БФа на Урсе в этой игре? Ну как? Средний, поскольку ВП прямо сейчас будут снову валить. Ну вот да. То есть прямо сейчас ВП забирает Аегис, нападают на вышки. Они могут драться даже без Блокинг Варен Темпларки, потому что магии не очень много УДЖИ. И следовательно, БФ супер жадно на медведя. Этериал готов. Нашли Энчандрос. Да, Энчандрос находят, она просто пытается убежать, но естественно урона очень много, и тем не менее на нее тратят какое-то время. Последний удар, Энчандрос все еще живет, мисс, вылетает, Мидван. Шадоу Демону достаточно больно, Шадоу Демон, Шадоу Демон живет, и Дум очень вовремя кастуется. Но в итоге Морф, по-моему, успел включить перекачку, да, так и есть, Дум включает перекачку. Связал очень хорошо сейчас двух героев Гримстрок, Дум погибает. Морф под перекачкой, Резоль не может его пробить. В итоге Резолюшн больно. Сумаил, ну, знакомство с Артизи дает свои плоды. Сумаил слезает в итоге с горы, пытается как-то разменяться с Нунчиком, но естественно этого не получается. Эмбер здесь влетает. Очень неплохо, кстати говоря, влетает Эмбер, но возвращается Морф. Раскастовочка в Эмбер Спирита. В Эмбера превращается Топсон. Превращается обратно в свою форму. Ингсвелл кастуется, станчик по Нуну. Но у Нуна все еще имеется и гида. Нуна прячет. Топсон превращается в Эмбера еще раз. Превращается обратно в Морфа. Дает адаптив. Забирает еще одного героя. Топсон дает адаптив еще раз. Все еще жив. Нет, все-таки превращается еще раз в Эмбера и погибает. Не хватило выживаемости Морфу. Какая-то безумная драка. ЛТВ не успокаивается. Он идет дальше. Не удается привязать двух героев ОГИ. Давайте подведем какой-то итог. Какая-то слишком сумбурная драка. То есть увидели Энчантрос. Почему-то решили не помочь Темпларочке. Темпларочка потратила огромное количество времени, чтобы бегать за Энчантрос. Энчантрос выжила. Отхилила себе. Эмбер Спирит вообще был сверху. Он как бы мог быстренько перетянуть в своей команде. Но в итоге оказался в драке слишком поздно. И в итоге ВП могли просто развалить без шанса в данном замесе. А конкретно сейчас они, ну так сказать, не дорабатывают свое преимущество. И дают шанс ОГИ на камбэк. Да, да. Это как раз таки была драка с Эгисом. И она прошла, ну то есть равный размен, как мы видели. Там еще байбэк какой-то потратили. Правда вот сейчас есть шанс забрать Нутейл. Но не удается его привязать. Нун прыгает дальше. Нутейл уже неплохо ушел. Ставит вард. Еще раз замедляют Нуна. Под дизармом находится... Нутейл, прошу прощения, под дизармом Нун прыгает Урса. Да, кстати говоря, а Эгис все еще есть. Тут мало людей. То есть ВП, где ВП? Они же только что были здесь, нет? Вот набегает, набегает Сумаил. Сумаил, есть ли ульта? Есть ульта. Привязали двух героев. Пытаются фукуснуть. Гримстроков фукусят. Но раскастов Марфа пошел. Мидван. Мидван без ультимейта. Кажется, выкупается Гримстрок. Продолжается драка. Сумаил все еще жив. Погибает Дум. Тобсон врывается на ЛТВ. ЛТВ больно. Кентавр от Энчантра станет. Резолюшн. Резолюшн. Ну, кажется, это провальная драка была. Ну да, потому что, когда убивали Темпларку, когда вот ее били, вообще никого не было рядом. Просто все убежали, такие, о, Темпларочку убивает. Естественно, Темпларочку убили. И, как бы, считай, они дрались без Эгиса. Потому что драка началась с того, что Темпларка находится в окружении четырех героев. Ее просто месит, а остальная команда только подходит. Плюс Дум не дал ультимейт. Соответственно, тут ВП, ну, уступает скилле. Тут видно, что... Вот же их переигрывает. Тобсон катается. Ну, Тобсон игра пошла. Он, грубо говоря, Баттериал взял. Мы так много говорили о том, что Тобсон, это герой, это игрок, у которого там сильный Тинни, сильная макака, сильный какой-то Винга на миде неплохо. Но вот он сегодня нам морфа показывает, он говорит, безумного на самом деле. Очень сильно играет. Всегда включает перекачку, ну, во всяком случае, пока подловить его не удается. А очень нужно. Ну, что ты об этом сразу сказал, что нужно до перекачки поймать. Ну, бывает такое, знаешь, что морф летает за место, он сразу рубает перекачку на силу. Соответственно, Дум может как-то... Не давать сразу Дум, и если он увидит, допустим, что морф стопнул перекачку, или, допустим, начал обратно перекачиваться ловкость, дай Думу в этот момент. То есть здесь Думу нужно подгадать момент, чтобы дать хороший ультимейт. Очень тяжело это, потому что он, опять же, постоянно превращается в эмбера, скачет, прыгает. Может быть здесь, да, вот он уже берет себе блинка кентавра, как раз-таки, потому что анимация стана очень короткая, гораздо короче, чем у Дума. И залетая, давая стан, ты имеешь больше шансов. Но пока что морф у нас просто аннигилирует. И самую сложную для себя стадию игры OG, кажется, переживает. Потому что, опять же, у них был Урса с БФом, морф, который только-только выформил Этериал, и Аегису оппонента. Теперь у оппонента нет Аегиса, у морфа появляются плюс артефакты. Так, нужно забрать Гроубол, надо забирать Гроубол. И плюс ко всему у Урса появляются арты. И сейчас будет еще одна драка. Находят первым Резолюшн, Резолюшн прячут, что у нас по ультимейту Мидвана. Есть ультимейт. Дум пошел. Дум на кого? Дум как раз-таки на Мидвана. Да, Мидван не раскастит свой ультимейт. Винга все еще жива. Вингу только сейчас забирают. Размен 2 в 1 в пользу команды OG. Нунчик также погибает. Остается ЛТВ. Он пытается уйти, но он замедлен. Его бьют всей командой. Нунчик думал, что невидимость это неюзимость, но не тот, кто был. Он же сталкнул, но он стоит. Ну да, а его бьют. А его бьют, да. Я не знаю. Ну, что сказать. OG переломили. Немножко похоже на первую игру, где OG должны были задавить здесь. ВП должны были поддавить. Не получилось. И теперь им очень-очень сложно. Потому что Урса садится просто на Темпларку и не дает ей шансов. Есть Морф, которого нужно поймать. И помимо этого есть еще и Пангалер. Вот сейчас был Дум в Пангальера. Если бы Дум не был в Пангальера, Пангалер бы всю драку катался и вот так вот раскатывал всех героев ВП. Ну да. Теперь тяжело. Тяжко. 24-я минута. Преимущество всего 1000. И в принципе шансы опять же есть. Потому что да, можно круто раскастовать Дум. Но проблема в том, что отсутствует вот тот самый... Ну просто герои не так здорово подходят в битве. Ты смотришь и понимаешь, что Морфа поймать сложнее, чем ту же Темпларку. А Урса слишком прочный. Ну самая большая проблема в том, что Морф все время кого-то минусует. Вот он обрывается с Этериала, стабильный ВП там минус один. А если под грим строка, то вообще... Да, да, да. И соответственно ВП еще нужно думать, как бы не попасть под связочку вдвоем. Потому что там реально Морф и там любой шальный нюк. И тут же минус два. При этом Морфа убить быстро не получается. Он, естественно, перекачивается на ХП. И здесь ВП нужно решить слишком много вопросов. Не дать панга раскрутиться. Никому не умереться, раз на смартфон. Ну вот хотя бы БКБ. Даже если панга раскрутится, Темпларке будет не так сложно. Ну если у Темпларки и Блокинг Бар, то можно попробовать проигнорировать пангольеры и все-таки постараться расправиться с смартфоном. Да, по-хорошему нужно. Потому что здесь в последней драке расправились с пангольером, но он как бы выполняет свою роль. То есть он отвлекает на себя часть спелов и все. И Морф с Урсой. Я просто думаю о том, что у Урсы может появиться Блинг Эбисал. И в таком случае он будет просто прыгать на Темплар Ассасин. И что с ней делать? Ну да, потому что единственный такой мощный дамагер у... А тут Сатаник. Это Темпларочка. У Эмбера довольно-таки мало денег. У Винги тоже маловато. Естественно, ни один, ни второй ничего не сделают против Морфа. Кстати, заметит Волк. Да, Волк имеется. Прыжок, вот как раз-таки тот самый Дум. И сейчас Морфа удастся забрать, но Глимер... Нет, нет. Вот это хорошо, это хорошо. И дальше, и дальше, и дальше. Слапнутся. Вижу. Успевают Нутейла подцепить. Еще успевают подцепить Мидвана, который здесь оказался. Мидван. Две секунды. Есть стики Мека. Будет ли использовать? Нажимает стики. Нет. Не нажал Меку. Не успел раскрутиться. Но тяжело было. Отличные минус три. Увидели Морфа. Прыгнули. Вот как раз-таки то, что нужно. Вот так можно. Так шансы будут. Да, конечно. И фишка в том, что если в один момент они все хорошенечко одеваются, у Винги будет очень много артефактов, Эмбер купит себе что-нибудь на урон, то в один момент они реально могут убить Морфа, даже если он будет перекачиваться в силы, потому что потенциально у них все короны, у них слишком много урона. Но это не панацея, учитывая, что есть Перетвесл, и он работает так или иначе в свою ауру. Поэтому пока у Морфа Блокинг Бара нет, желательно прям фокусить его всей семьей, чтобы он не успел отмечиться. Так что там, под атакой, уходит в Глиммер, здесь Сумаил также, привязывает двоих ЛТВ. Винглад убить. Свап, хорошо, очень хороший свап, залетает Станчик сверху. Тут еще и Сумаила, хорошо, Юля Сумаила, как подставляет СОУДЖИ, Пангольер запрыгивает во всех героев, да. Ну и здесь удается Тобсона, тем временем СОЛЧ, Тобсона выключает СОЛЧа, забыли про Тобсона, у него дабл дэмэдж. Нужно валить отсюда, уходит, Мидуан, преследует ЛТВ. Да, и очень тяжело, конечно, от Морфа здесь уйти, пошел Раскаст, минус ЛТВ. Немножко, вот хотелось сказать, что УДЖИ ошиблись и не дождались двух героев, но пока шел размен, мы видим, пока убивали Инчу, воскрес Морф, прыгнул с ДД. И он почти СОЛ убивает всю команду. Да. И Рошан появляется в этот самый момент. И Морф дабл дэмэдж, ну 500 урона, посмотри на него. Да, он как раз в прошлой драке, у него был дабл дэмэдж, он его не смог использовать, а в этой драке получается так, что выиграв прошлую, ВП забрали баунти руны, но проиграв эту, они отдают Рошана, это гораздо больше. Ну, ну, нужно уходить, Блинк на кулдауне, ну, он все видит, уходит. Манта. Теперь Дай Думу еще сложнее. Да, только паттан. Да, если Тобсон среагирует, то он может нажать манту, и тогда Думу нужно будет заново. Мунчик. Мунчик очень опасно играет. Ой-ой-ой. БКБ уходит. Соля? Хорошо. Он расправился с ним. Завалил пятерку. Завалил пятерку, но при этом потратил заряд БКБ. Сейчас важно не драться. Пошел ультимейт от Пангольера. Тобсон превращается в Дума. Тобсон ищет Шадоу Демона. Это враг номер один для него. Его нет. Да, в Шадоу Демона нет. Довольно-таки быстро тоже расправился с пятеркой. Да, но при этом он не тратил заряда БКБ. Дум. Дум сейчас. Дума видит. Нельзя терять Дума. Ой, нельзя терять Дума. Встан. Дум. Ой, как больно Марфу. Марфу в итоге выбивают Аегис. Но это только Егидо. Что дальше? Нунечка нет БКБ. Напомню. Дум в позиции. Дум прыгает. Успевает задумить. Неплохо. Но где урон? Урон нужен по Марфу. Урона по Марфу нет. Погибает Дум. Морф неплохо свапают его. Морф все еще жив. Глиммер Кейп. Великолепно. Какой шот от Нуана. Два героя падают. Сразу остается Сумаил. Один против двоих. Забирает его Нунчик. Это жесть какая-то была сейчас. Просто дабл килл с одного выстрела от Нуна. В итоге удается, скажем так, на равных провести этот размен. Еле жили. Да. Вообще отлично разменялись. Могло быть все намного хуже. Здесь так-то очень круто сыграл Дум, который вовремя дал на Морфу ультимейт. И вот что главное, это даже не то, что Морфлинг, допустим, там вот он. Ну, как бы ему больно, он не может перекачиваться. А самое главное, что Морфлинг не кастует Волну, Адаптив Страйк и Этериал. Потому что за время Дума он реально может по команду убить, только раскидывая вот эти вот три спла. Отличный артефакт появляется в Orb of Destruction для той же Темпларки. Нет, Темпларка реально мощная. Семнадцатая Нетворса. Там Морф Душит опять, ну, того же, собственно говоря. Убивает своего главного врага. Ну, потому что иллюзии очень сильно мешают. И он бы и Думу убивал так быстро, но Дум все-таки поплотнее. Резоль. Тестл. Я, честно говоря, не уверен, что они хотят здесь. Да хотя влетает очень много в Марфа. Стан, еще! Еще нужно фокуснуть! Да, Топсону удается забрать! Топсон погибает. 78 секунд без него. Раскатывается здесь Пангольер. Сюда же уже летит Темпларка и нужно уходить. Пангольер не смог закатиться на хайграунд. Ну, это пинг, ребята, что я могу сказать. Но это видно. То есть он просто не смог заехать на гору. Энчандрос там пытается помочь. На самом деле ей нужно отсюда бежать. А он просто не смог запрыгнуть в нужный момент, нажать на кнопку прыжка. В итоге мы видим, что подставляется Морф. Хотя, честно сказать, я думал, что там вот еще чуть-чуть и все. И Морф выживет, даст волну, уйдет. Но в этот раз смогли разменять своего шадоу-демона. Два Владмерса, да, у нас? Ну, да. Я уже видел, что они собирают. Ну и пусть будет, да. Убивают одного, остается на втором. Хотя, конечно, учитывая, что у Винги есть... Два Дингу, и их все равно два. Да, да. Несмотря на то, что ВП удается перевернуть, все равно ситуация равная. И пока что стоят все линии. ВП пытаются пройти по центру. И пик, конечно, у них с огромным количеством аур. Им нужны дизейблы. Поэтому он берет себе хекс. И это может срешать. Все по-хорошему им нужен Волк. Вот это, конечно, маленький статир, он уважаемый. Уважаемый статир. Да, но нужен Волк для Винги или там какой-нибудь, возможно, личный кентавр. 5 секунд до Морфа. Выходит Морф. В смоках ВП хотят подловить оппонента около его базы. Сумаил, кстати говоря, пока как-то немножко на второй план ушел. Ну вот у него такие вот артефакты. Он хочет сатаник себе сделать. Сумаил. Свап. Хекс. Моментальный минус Сумаила. Есть байбэк. Но отличная игра от ВП. Пытаются взорвать Вингу. Винга живет. Винга выживает. Но Тейл получает удар с Мелда. Надо Вингу полетить. То есть надо зайти в лес, подхилиться, полечить Вингу, если там есть парочка, которая ДПС. Ну, в идеале, конечно, нужно просто отхилиться вот так. Да, у Джи байтили на этого Урсача, но они не учли, что если будет свап, то они просто не смогут ему помочь. Они просто не успеют банать. А это, кстати, очень сильная связка в лете. Это свап плюс дум. Ну, почти ультимативное оружие. Мало героев, которые смогут пережить подобную. В данном случае свап плюс хекс. Ну, или свап плюс хекс, да. Очень мало людей, которые смогут пережить подобную камбу. 4 тысячи за ВП. Вот сейчас они отрываются, конечно. Но все еще остается сыр у ОУДЖИ. Все еще нет какого-то решающего преимущества. И каждая драка на вес золота. Но мы видим, что ВП могут сражаться и могут побеждать. Ну, да, Мишка так потихонечку становится бесполезным, потому что башера у него все еще нет. Если у него нет башера, то, естественно, в размене тычек Темпларка делает дэмэджи больше раза в два, а может быть даже и в три. Там просто небо и земля по урону, который влетает в медведей, и по урону, который медведь вписывает в Темпларку. Да, ну вот они главные герои этой карты, с одной и с другой стороны. Очень много урона нанесли, много фрагов сделали, мало смертей. Нунчика чуть побольше и урона, и нетворс, поменьше чуть-чуть киллов. Да, жестко. Вот мне интересно вообще билд Сумаила, вот такой билд. Понятно, что у него появится там когда-то Эбисал, когда-то появится что-то. Ну вот такой вот Яша, ПТ, БФ. Слишком жадно. Это вот вещь, которая позволяет быстро фармить. Вторая вещь, которая позволяет быстро фармить. И третья вещь тоже, чтобы медведь отхиливался. А когда драться-то? То есть сатаника нет, статус резистанса еще нет. И получается, что он все еще как бы в резерве. Его все еще нет. Если, допустим, брать Китай, где тоже любят брать Урсу, там билды совершенно другие. Там медведь чуть ли не первой шмоткой покупает себе какой-нибудь Блокинг-бар и просто идет меситься. Там, естественно, сборочки актуальны еще от этой серии Саша, Яша, Блокинг-бара и Башер. И медведи просто бегают, делают фраги и сражаются. Здесь же без Блокинг-бара или без, условно говоря, того же Сатаника медведю сложновато. Да, нужен и Эбисол, нужен и Блокинг-бар, Думплы. Но на Блокинг-бар можно забить, потому что конкретно в этом случае есть слишком много спилов, которые работают против Блокинг-бара. Это и Шадо Демона, и Дума. Поэтому здесь нужно просто много-много брони и желательно иметь статус Резистанс. Ну и 30 секунд без Урса. Да, опять же, план понятен был, почему на Урсу байтят, потому что можно нажать Сыр Ультимейт и тебя уже не заберут. Ты посмотри, кого нашла Винга, уважаемый. Вот его надо сейвить. 30% урона всего. Малыша надо сейвить. Он разведывает. Ты что творишь, Резолюшн? Бежать. Так, Кекс, но успел, успел включить перекачку Морфа, и все равно его могут попытаться забрать Морф. Еще чуть-чуть под Салосом находится. Да, фокусили Морфа. Он тут же выкупается. Урса все еще нет. Урса сидит. Хладнокровно не байбекается Мидван. Мидван погибает. Гримстрок накастовывает Солоча. Минус Солоча должен быть. Солоч еще какое-то время поживет. Тут у ЛТВ некоторые проблемы. Подняли его в воздух. Соло все еще жив. До Солоча нет никакого дела, потому что хотят убить этого парня. Морф после байбека. Можно его фокуснуть. Да, удается забрать Морфа. 105 секунд без него. Также удается убить Гримстроку. У Гримстрока есть байбек. Сакс пытается отступить на базу. Нет маны уже у Резолюшена, но Саксу можно здесь остановить. Дум пытается как-то заблочить. Но он забирает трипл килл. Это помнишь, я говорил, что будет стадия игры, когда Морф рубит перекачку, его все равно убьют. И эта стадия игры наступила. Здесь все. Без Морфа УДжи вообще ничего не смог сделать. 80 секунд УДжи пошли куда-то на разведку без Урсы. Ты знаешь, кто был в главных ролях? Был Волк, который пошел вперед, показал оппонента, дал Вижн за счет Харсту Вижн. Байт на Волка. Да, ворвала с темпарка. Да, вот такая вот серия. Но традиционно ВП против УДжи легкими не бывает. Игра еще не закончена, но погибает еще один герой. Сумаил байбекается. ВП просто уже идут в трон. УДжи, естественно, до конца гейминг. Убить просто надо УДжи и все. Вот бегает Медведь, бегает Энчантус. Медван. Убить одного, второго, третьего. Медвана, Медвана не дают ему раскастовать Роллинг Тандер. Он все-таки раскастовал, покатился. Но у него вообще нет КП. Вот там сейчас просто руками могут как-то затыкать. Медван неплохо прокатился. Забрали Вингу. Медван. Очень больно ему. Погибает Урса. 110 секунд. Медван выжил чудом каким-то. Ноутейл после байбека. Ноутейл погибает. Очень долго его не будет. И Медвана также не отпускают. Еще один минус. Вот чем-то похожим, если я правильно помню, у нас одолели ВП в решающей пятой карте своих оппонентов из OG. Вот этот Эмбер Спирит, опять же, который бесконечно там сплитит, спейсит. Ну, в общем, что я могу сказать. То есть мой прогноз подтвердился. OG без своих ауэр там. Без Луны, Винги и без всего остального. Они не такие опасные. Поэтому то, что они обузили весь ивент подобной связочки, это всего лишь навсего сыграло на руку их противникам. Потому что они сами научились играть подобным. И в данном случае мы видим, что какими-то пиками, где нужно исполнять, они все-таки не справляются. В то время как ВП наоборот. Но было близко. Игра несколько раз качнулась то в одну, то в другую сторону. Мы увидели реально зверского морфа. Но в итоге все-таки ВП были сильнее. 2-1. Важнейшая победа. Безусловно, OG обидно вылетать на такой стадии. Но, тем не менее, это дота. ВП проходит дальше. Студия, аналитики. Там ребятки, они снова ставили на OG. И снова ВП потащили. Мы передаем слово. Профессиональные передатели слов, я уже понял. Ничего страшного. Да, настолько у нас комментаторы возбудились от игры Virtus.pro, что даже сложно слово передать. А я напомню, что всю статистику о матче вы можете найти на cybersport.ru. Я тоже доволен. ВП прошли одного из грознейших оппонентов. Завтра, кстати, им будет еще или послезавтра. Не знаю, когда они будут сетклыть. Наверное, завтра. Будет еще сложнее. Я не уверен, что играют именно они. Ну да. Ну, увидим по расписанию. Но шпилка получилась крутая. И давайте обсудим ее. Мы говорили о том, что все-таки OG, наверное, здесь должен быть посильнее. Фактор пинга, в первую очередь. То есть очень наглядно было видно, что в важных моментах Мидван не попадал с эшбаком, потому что он куда-то нажал, но не влетел. Не долетал. Где был герой, да, не заезжал на гору. Это вот самый важный момент. То есть это то, что не получилось у OG. Теперь давай хвалить Virtus.pro, потому что они провернули колоссальную работу на фоне групповой этапа, на фоне первой и второй карты. Здесь они задавали тон. То есть у них была вот эта лютая темпларка, от которой они отталкивались. И было понимание, как эту игру выиграть. То есть кто их главный соперник. И вот они несколько попыток провернули нападение на Марфа. Мне этот момент полностью как дежавю въехал. Помнишь, когда тоже у Марфа не хватило дэмэджа по бэйну? Я не помню, что это был за матч. Я понял, да. Но тоже суперлоу-кпшный саппорт. Ты вкладываешь в него все, что у тебя было, и, короче, не убиваешь. Такой, черт, и все, и гг. Да, вот это вард еще на горе. То есть Тумаила немножко тут в этой игре потеряли. Ну да ладно, фикс не с Тумаилом. То есть он здесь выступал как груша-лебетя, чтобы кто-то типа Марфа мог всех убить. И все, он периодически получалось, периодически нет. Но вот опять же, главное, что сделали в ВП, это на стетапе или себе какое-то количество героев, набивок, которые позволяли подсполнить этого Марфа и когда-то его убить. И вот не в этой драке, но в следующей. Слева, около Рошана, они выйдут за стетап от его убийства первая. Там через все обилки, там свапы, все проще. Все понажимают, сделают. И вот этот вот финальный мув, когда купил Хекс в Аван, свапризорев Хекс моментальный для Урсевича, которого сыру, которого ультимейт, который моментально умирает без байбека вроде как. Ну или бы не стал покупаться в любом случае. Да. Вот, и после чего они проворачивают эту ситуацию еще на волчке, на заходе под финалочку. Убиваем Арфа еще раз. Мне кажется, мы очередной раз поняли то, что Винга на любой позиции, и особенно на коровой позиции, супер страшное оружие. Ну, на коровой она очень много делает, потому что у нее левел. Они в итоге-то в какой-то момент даже свапались, там как бы 3,5 на 3,5 играли, где Венжифл Спирит ушла там на ауры все, и Doom начал немножко набирать тоже по левелу и по деньгам. Но впоследствии они купили два Владмира, ну, в общем, картину вообще особо не испортила. Ну, мы в итоге пришли к тому, о чем мы говорили, да, то, что если Virtus.pro играет сами первым номером, вот они взяли LTV Ember Spirit, достаточно активного, No One тоже очень активно сыграл, но при этом основным куэром так и оставался No One, которого было очень много с центра. Линия достаточно комфортная против Templar Assassin. Плюс он действительно, если и подключался, подключался не просто так. Он не проворонил какое-то время. Он, используя его, проводил, он делал фраги, делал какие-то ассисты, и никогда не уступал морфингу по игре. И тайминговая сборка артефактов, плюс постоянная битва с этой Templar, которая может драться там с Дизолем и с Блинком, впоследствии БКБ и очень ранним Хевксом, как раз позволила убивать и морфа в том числе. Даже в момент, где вроде бы морфинг не ошибался, успел нажимать перекачку, тот ДПС, который выдавал No One, он перебивал эту перекачку фактически. То есть этого урона хватало. Поэтому это очень важно, что вот на No One играют Virtus.pro, и LTV играет в таком семи-кор позиции, и это прям очень хорошо Virtus.pro получается. Да, именно вот такой стиль получается, если он выходит в другую страту, то там начинаются проблемы. Но не все плохо, но... Нет, все плохо. Но это серия в этом плане показательная. Играли вторым номером, было тяжело первую-вторую карту. Окей, одну перевернули, вытащили за счет Зайца. Как и это, на самом деле, тоже сколько за счет Зайца, потому что вот купил опять даггер на Думе, вот нашел морфа, когда у него был дабл дэмэдж в батле. Если бы здесь первыми ворвались ОГС, скорее всего, могла бы играть снова закончиться. Вот. И что-то еще, какая-то мысль была по поводу всего этого дела, что пытались долгое время уйти от команды 4 плюс 1, пришли к 4 плюс 1 и просто теперь играют на центр. Да? Да, это получается. Ну, знаешь, я рад тому, что хотя бы не вернулись к двойкам на центре, потому что эта мета меня просто калила максимальным ледлом. И это радует, что пока у нас все так. Опять же, посмотрим, как оно будет дальше, посмотрим, кто будет соперник. У нас же готовы, наверное, уже таблица. Я молюсь, чтобы вообще Урсу больше просто не пикали. Ну, то есть Дота просто... Эта команда на этом турнире Урса больше не возьмет. Да, это правда. Потому что я надеюсь, что Урс, в принципе, уйдет из Доты на некоторое время, потому что нужно что-то с этим делать. Хотя вот эта Урса вообще фармящая должна была быть. Обратите внимание на его билд. Да, это БФ. Он в итоге ничего и не купил. Ну, ни одного артефакта на Teamfight. И вообще на что-либо. То есть ты просто бегаешь, окей, хилишься, окей, вант прожал, типа, умер. Ну, Геон Танчер пока, типа... Ну, Мокст есть героя любого. Если достаточно долго его бить, он достаточно долго жил, какими-то на старте игры. Но, опять же, очевидно, что не дофармил все, что хотел бы дофармить. Ну, очевидно, что если ты пошел через БФ, то, значит, ты ожидал, что эта игра будет дольше. Потому что у тебя Мор в команде. А может быть, те берут БФ, и я возьму БФ. И напротив, если ты играешь активно, возьми, ну, то, как берут Барабаны брали, Морбит Маску, там дальше выходили по КБ. Дипуза, ранний Башер, такое тоже. Просто обычно мы по классике, да, видим чисто Маска, Эбисол или просто Эбисол. Прям голый-голый. Ну, ладно, Максим Штейн. Вот это самый Teamfight Урса, да. Да, это классическая. Но это вабанковская Урса. Это потом бы показывал, который приходил на линию, качался без первого, без второго, просто третью. Я ничего больше ставлю плюсики на будущее, на ситуацию. Проиграл всем, 0-7 с линии выходил, брал Абисол, выигру через 5 минут. Да. Ну, а другой подход к игре, я бы сказал. Здесь просто, возможно, не стоило как раз БФ выходить в том, что твой тиммейт по корам — это Морф. Да, Морф не настолько хорош вверлить, чтобы создавать тебе Space. Потому что ты должен, наверное, будучи Урсой, создавать Space. Вот. Давайте посмотрим сетку у нас. Напомню, завтра начнется денечек уже с более крепкими шпилками в рамках сетки венеров. Там Сикрет и Ликвиды, Flight to Moon и Nigma. В лузерах у нас пока что Викинги и Virtus.pro. К ним из сетки венеров, соответственно, кто-то дропнется. Скорее всего, дропнется Ликвид. И, скорее всего, хотя я, честно говоря, я не знаю. Пока я не буду загадывать, посмотрим завтра. Скажи мне лучше третий матч завтрашнего дня. Это будет один из лузеров или финал венеров завтра? Я сейчас запаливаю. Потому что от этого зависит довольно много. То есть выйдем мы завтра эти команды или нет. Или будет ли у нас перерыв для одной из команд, для второй не будет. То есть на что перерываться? У ВП будет перерыв, у Викингов завтра матч. Соответственно, нижняя часть сетки начинается, то есть лузера начинается с сета. И получается погодь. А не будет там ситуация, в которой 2-3 в день надо будет шпилить? Возможно, будет послезавтра. Я не знаю, но надо посмотреть. Но если они выиграют. Потому что если послезавтра ВП выигрывают, то им, видимо, придется, скорее всего, еще одну. Я думаю, что это потому, что у нас лимитированное количество дней. То есть по-хорошему, мы бы завтра сыграть 2 матча венеров, 2 команды падают, сыграть матч венера, 2 лузера, 3-3. И потом уже играть по ситуации, чтобы все успели, скажем так, подготовиться, а не приходили просто там, что-то надрафтели и так далее. Это онлайн как бы надо понимать. Кроме этого на ланах тоже очень часто бывает, что это 2-3. Я говорю, потому что у нас лимитированное количество дней. И здесь, опять же, то, что мы в онлайне, не значит, что дни свободные. Да, да. Давайте, друзья, отправимся к конкурсу косплей, в котором мы обещали. Вчера понакидали нам работу. Напомню то, что мы с вами разыгрываем iPhone 11 Pro. И, конечно же, лучше его получат у нас в окончании турнира. Ну, а те, кто просто выйдут в финал, они получат от нас плюш. Вот эта штуковина. Ну, не падай. Вот он, вот он, вот он, вот. Мы его вышлим и со всей любовью, соответственно, с радостью и всем остальным. И самое главное, конечно, это поддержка зрителей, ради которых вы, я думаю, это и делаете. Давайте посмотрим работу, я надеюсь, нам сейчас их покажут. Яков Болдырев. Вот это крепость бытия, друзья. Он нашел. Это тандэнг, это просто топ. Я, конечно, боюсь, что будет дальше, но хочу сказать, что, скорее всего, мы нашли победителя. Я согласен с тобой. Причем это выглядит реально как моя дача. И крайне без переплаты. Максимально бюджетно. Он из грязи-то соорудил? Да, да. Я так понимаю, что его дружбан просто принес ему мобилу, когда он уже зарылся глубоко-глубоко. А потом, знаешь, еще забрал его из лап такой. Причем надо еще не упасть в эту грязь. Но это жестко. Очень хорошо. Какой-нибудь астиновый колд, два молотка. Там намного что-то надо сделать после того, когда заберешь мобилу. Так. Иви Левин. Точнее, спасибо тебе за свой. Тоже косплей, тоже довольно простой. Это уже тема, конечно, батл пасса. Еще не вышел. Ну, not so bad, но... Мило, довольно мило. Да, просто мило. Корней мальцев. Вот это, вот это. Вот этот петух, стой. Подожди, теперь вопрос. После ондайнга в болоте петух, а то временно с собакой. Это реально хорошо. Петушарик грозный, конечно. Просто. Главное, что его еще запускают. Причем сколько я просил, да, что они там формата с собакой ликантропа. Все дела, ну вот, получи. Очень круто. Очень круто. Ну вот. Я уже все. Я не понял, что значит стрелять. Погнали дальше. Дмитрий Москалец. Ладно, SF. Вообще похоже на башню. Пакеты черные, так понимаю. На самом деле, серьезно, если бы он сказал бы, что это башня, это дало бы плюс 100 ко всему, потому что, ну, SF окей, герой-герой, но господь башня. Понимаешь, башня на где угодно может стать. SF, типа, ну, в хате. И до сих пор ничего не разнес. Ну, хорошо. Не, сделано хорошо. Хорошо сделано, да. Да, опять же. Это в Аркане, да? Крайне бюджетно. Угу. ЦМ с Арканой. Ну, это вот классика жанра наших любимых. Плечики в виде кем. Надо еще крысу. Даже щенка взял, да. Щеночка. А, это господь щеночка. Крыса. Щеночка. Щеночка. Так, ладно. Это пуш, я понимаю, с тикером. Глава с тикера? Яичница из Феникса. Жестко. Ну, это очень оригинально. Максимально. Мэйч, а ты заранее закинь, у нас нет там еще слота вот этого. Ну, да, давайте я спрошу. Сказали нет. Сказали сразу, нет, один слот. И вот, честно, я не знаю, как можно это выбирать просто. У нас хотя бы плюши есть. Может, у нас есть плюши, я не знаю, сейчас нам скажут. Еще один СФ, ровно такой же. А что впереди стоит? Митя, я говорю, за счет тебя только. Ну, хорошо, если скажешь, где его можно купить, без проблем. Я просто не знаю. Я бы съездил на Инд. Я полагаю, что они, можно их достать в фракторе, наверное. А, ну, тогда без проблем разберемся. Я про то, что я бы съездил на Инд, забрал бы, купил бы. Но, в самом деле, в этом году тяжело. Золотой, кстати, купол. Слушайте, а это очень крутой концепт. То есть это, как это называется? Мыльный пузырь. Мыльный пузырь, спасибо. На фронтлейне. Золотые куполы. Да, золотые. Нет, это реально круто. Это концепт просто. Соски не заклеены. Все. И пресс не нарисован, да? Это главная вторая проблема. Натуральный пресс и соски не заклеены. Уже неинтересно. Я осуждаю в любом случае. Такое поведение, конечно. Нам, кстати, меня поправили. Я просмотрел Info's Wikipedia. Оригинальная информация о том, что завтра у нас будет 3-3, 2 венеров и дальше финал венеров. Это стандартно. Возможно, что мы завтра увидим... Это стандартно, но вторая команда, которая играет 2-3, без перерыва играет 3-я. А первая готовится. Nothing special. Ну, есть такое. Нафиг special. Всем не угодишь, всем не угодишь. Я понимаю. Да, друзья, нам надо что-то выбирать. Это самое сложное. Я за бессмастер, ладно, все. Undying. Мы сразу определились. Иди ты просто лесом, чел. Максимально бюджетно и максимально заморочен. Курица. Ну, курица. Это издевательство над животным, кста. Курица. Издевательство над животным. Курица. Я не уверен, что они довольны. Ты у нее не спрашивал. Ладно, я понял. Короче, пишем твиттер курицы. Меня-то помогались на съемках. Ради косплея, ради этого конкурса, чувак залез в грязь. Из грязи сделался в Том Стоун. Боюсь, что курица тоже потом могла много чего сделать. На самом деле, ладно, я солидарен с грязью. Очень круто. Именно идея и концепт, помимо реализации. То есть реализация в обоих случаях очень крута. Сикер тоже очень крутой. Но мы же не можем всем отдать. Мы не можем. Это паджик был. Нет, если мы можем плюшами нагорить за мой счет, я без проблем. Все, давай. Тогда... Это всем. В студии с нами свяжутся за мой счет и угощаем всех троих. Все, все. Хотя бы плюшами. Соответственно, стикера. Давайте откроем, на самом деле, заново, наверное, картинки, чтобы все понимали. Да почему стикер называется? Это паджик был. Ну, не стоит. Ну, ваш башкат. Вот это явно победитель Яков Болдерев. Ты отправляешься в финал. Соответственно, там мы уже будем разыгрывать айфон. Вот. Корней, друг, офигенный совершенно. Каспей, большое тебе спасибо. Мы тебе отправим плюшу за счет инмейта. Надеюсь, он его и даже поцелует. А, соответственно, Иришка... Ну, соски не заклеены, поэтому осуждаю. Да. Иришка, спасибо тебе большое за пуджа вместе с стикером. Очень круто. Ну, просто, я не знаю, шедевральный совершенно набор. Вот. И я рад тому, что с каждым днем у нас все круче и круче работает. Это даже обидно, потому что, ну, хотелось бы, чтобы так было сразу, и мы могли среди них уже выбирать. А не постепенно, знаешь, ну, выбирать одного среди лучших и лучших. Всякие... Хорошо, люди же подстраиваются, они же видят, кому предпочтение отдает. Что значит бюджетный косплейт и какой он выигрывает. Поэтому смотрят косплееры и, соответственно, делают лучше. Это хорошо. Ну, честно скажу, зарыться в грязь круче, чем две табуретки. Вот тут... Вот. Тут подожди. Вот. Тут надо подумать. Ладно, друзья, давайте мы отправимся с вами на отдых. У нас завтра целых три будет три, поэтому набирайтесь, соответственно, здорового, хорошего сна, чтобы завтра смотреть вместе с нами Доту на Beyond the Epic. С вами была студия аналитики, ведущая Crystal May, миссис эндмейтом и адекватом. Вот. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok